Вице-премьер Игорь Шувалов посоветовал россиянам готовиться к безработице. Надо понять, заявил он в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, что Россия находится в крайне ситуации. Наша экономическая ситуация нехорошая, она может ухудшаться. Там же в Давосе Шувалов сказал, что у политиков нет возможности быстро урегулировать украинский кризис. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше мы будем из ситуации выходить. Между тем, Петр Порошенко заявил о стягивании военных резервов в Донбасс. Дополнительные силы направлены в район аэропорта Донецка, где не стихают бои. Если враг не хочет держать режим прекращения огня, мы будем давать по зубам, сказал Порошенко. По данным Минобороны Украины, за минувшие сутки в боях за Донецкий аэропорт погибли 6 военнослужащих, 16 попали в плен. Однако представитель Донецкой народной республики Эдуард Басурин привел другие данные. По его словам, в боях в Авдеевке, поселке Пески и в аэропорту Донецка погибли 597 силовиков, 44 военных сдались в плен ополченцам. Галийская мобилизация. Никто не хотел умирать. Так называется статья в блоке Бладбард за подписью Виталия Котловского. На примере известных ему фактов автор демонстрирует положение дел на галичине. Как бегают от призыва в карательные батальоны, как русский язык стал почти вторым официальным без всяких указов, о небывалой волне антисемитизма, кого мечтают повесить на фонарных столбах и еще много всего интересного. Читайте в блоге bloodbar.blogspot.ru. Глава РПЦ призвал власти не финансировать аборты. Патриарх Кирилл полагает, что искусственное прерывание беременности нужно вывести из системы обязательного медицинского страхования. Патриарх вместе с тем отметил, что государству нужно помогать семьям по целому ряду направлений, в частности в жилищном, в вопросе материальной поддержки многодетных семей. Полностью заметку читайте на сайте ria.ru. Сайт Новый регион сообщает. В Екатеринбурге депутат областного законсобрания Илья Гафнер посоветовал гражданам России меньше есть, если не хватает денег на продукты питания. Депутат является куратором единороссовской программы «Народный контроль», в рамках которой он провел проверку цен в торговых центрах уральской столицы. Результат оказался неутешительным. Многие продукты подорожали на 25% по сравнению с январем 2014 года. Народный избранник заметил, что это не так страшно. Новогодний ажиотаж прошел, все наелись и теперь пора заниматься спортом. Полностью заметку, а также видео с советами депутата Гафнера смотрите на сайте urfo.org. Статья СССР, которую мы упустили за авторством Дениса Сорокина, размещена на сайте ruspravda.info. Автор пытается сравнить плюсы и минусы от демонтажа советской системы. В Китае жилые дома напечатали на 3D-принтере, сообщает лента.ru. В промышленном парке в китайской провинции Цзяньсу открылась выставка жилых домов, созданных с помощью 3D-принтера. В качестве материала для печати используется смесь вторичных строительных отходов, стекла, стали и цемента. Материал наносится слой за слоем, пока стена дома не достигнет заданной толщины. На Марсе найден космический аппарат. Спустя 11 лет после неудачной посадки спускаемый аппарат Европейского космического агентства Beagle 2 найден на поверхности Марса. Аппарат был совсем небольшим зондом, всего 65 см в диаметре и 20 см в высоту, но задача на него возлагалась весьма важная – поиск жизни на Марсе. В 2003 году зонд стартовал к Марсу с Байконура ракетой «Союз-ФГ». По прилету Beagle 2 отстыковался от корабля-носителя и вошел в плотные слои атмосферы. С тех пор о нем никто ничего не знал, связи с поверхностью установлено не было. Открытие удалось совершить фактически энтузиасту-любителю из Германии, для которого поиски Beagle 2 стали хобби. Полностью заметка с фотографиями доступна в живом журнале «Зеленый код». Это все на сегодня, как всегда ссылки на упомянутые материалы приведены в описании к ролику. Комментируйте, делайте репосты, дополняйте, предлагайте интересные ресурсы для обзора, подписывайтесь на YouTube-каналы Ленру и Красное ТВ. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok